Здравствуйте, седьмая. Присаживайтесь. Тема нашего сегодняшнего урока – это мир художественной культуры. Алексей Анатольевич Красильников по учительски строк и внимательен к своим ученикам. Диплом об окончании Пензенского государственного педагогического университета молодой педагог получил в июне этого года. Сомнений в правильности выбора профессии у Алексея Красильникова никогда не было. Еще со студенческой скамьи он знал, что будет работать в школе. Педагогическая деятельность всегда была мне интересна. Уже когда я учился в университете, я был намерен впоследствии идти в школу работать. Я был готов к тому, что возможно будут какие-то сложности, не все сразу будет получаться. Но мне это было интересно попробовать, это мое, и почему бы и нет. Работа с детьми для Алексея Красильникова не стала открытием, еще будучи студентом Кузнецкого педагогического колледжа, который, кстати, он закончил с красным дипломом, педагогическую практику проходил в летних оздоровительных лагерях. Вначале был луч, затем работа вожатым в лагере на Черноморском побережье. Поэтому и с седьмым А он сразу же нашел общий язык. Он нашел с нами общий язык, мы его как бы лучше понимаем, и он пробудил нас, ну как бы, интерес к истории. Нам интересно ходить на его уроки, мы очень любим этот предмет. Лучший учитель, чем наш историк, и просто на данный момент по этому предмету не найти. Для многих выбор жизненного пути предопределяет его судьбу, а для мужчины особенно. Это залог его профессиональной состоятельности. Алексей Красильников считает, что современной школе необходимо мужское начало, и он с честью будет продолжать развивать лучшие традиции педагогического сообщества. А самым ценным в своей профессии считает... Умение понять ребенка, понять, где-то простить, попробовать понять. То есть гуманизм, готовность выслушать, а не сразу стараться там... То есть главная цель учителя – это не поставить двойку или отругать ребенка, а действительно постараться дать ему какие-то знания, постараться помочь ему в жизни, чтобы ребенок ушел из школы готовым, насколько это возможно, к будущей своей взрослой жизнью, чтобы он был готов уже идти дальше сам без помощи учителя.